всем привет добро пожаловать на канал сегодня я буду шить гофрированную юбку для пошива у меня есть уже готовый купон гофрированной ткани также я буду делать подклад для этой юбки так как ткань немного просвечивается и на пояс я буду пришивать вот такую атласную резинку длина купона у меня 90 сантиметров для меня это будет длинная юбка поэтому мне необходимо немного отрезать убирать я буду сверху так как низ юбки я не буду обрабатывать теперь складываю юбку пополам вдвое ставлю отметки отмеряю сверху сантиметром ставлю отметки черчу линию и отрезаю теперь также складываю юбку лицевой стороной во внутрь скалываю по краю булавками и сначала сметаю и и и Продолжение следует... Купон юбки у меня в виде полусолнца, поэтому у меня будет один шов. Вот так я уже сметала и теперь стачиваю на швейной машине. Вот так я уже шила, также мне необходимо было совместить рисунок. Теперь я буду шить подъюбник. Беру ткань, также отрезаю нужный размер. Для того, чтобы выкроить подъюбник, я померила верхний срез юбки. Ширина подъюбника у меня будет равна верхнему срезу юбки. Теперь складываю подъюбник вдвое пополам, скалываю по краю булавками и стачиваю на швейной машине. Также край среза я затем обработаю на верлоке. Я уже стачала подъюбник в кольцо. Теперь по верхнему срезу подъюбника я проложу строчку на швейной машине. Также не делаю закрепки в начале и в конце. Теперь вытягиваю нитку и немного стягиваю подъюбник на нитку. Вот так у меня уже получилось. Я стянула подъюбник на нитку и примерила его на себя. Теперь беру юбку и вверху по верхнему срезу также прокладываю строчку. Тоже не делаю закрепки в начале и в конце. Теперь вытягиваю нитку и также стягиваю немного ткань, так чтобы складки были чуть-чуть присобраны, чтобы они не совсем растягивались. Вот так я уже стянула и также примерила юбку. Теперь совмещаю верхний срез подъюбника и верхний срез юбки. Прежде чем совместить, также я поставила отметки на юбке и на подъюбнике. Нашла середину подъюбника, поставила отметки. Также нашла середину на юбке, также поставила отметки. Теперь по этим отметкам я совмещаю юбку с подъюбником. к изнаночной стороне юбки прикалываю по отметкам под юбник прикалываю булавками и буду стачивать на швейной машине и затем верхний припуск я обработаю на оверлоке а Продолжение следует... Продолжение следует... Я уже пришила подклад к юбке и также примерила юбку на себя. Теперь я буду пришивать пояс. Беру резинку, отмеряю нужный размер и стачиваю резинку в кольцо. Стачиваю мелким зигзагом на швейной машине. Вот так я уже стачала пояс в кольцо, также померила пояс на себя. Теперь ставлю отметки на поясе, нахожу середину пояса, также ставлю отметки на юбке, нахожу середину юбки, делю ее на 4 части и также делю пояс на 4 части. Теперь прикалываю пояс по отметкам к верхнему срезу. Теперь прикалываю пояс по отметкам к юбке и также приметаю пояс для того, чтобы удобнее было его притачивать на швейной машине. И вот так я уже приметала пояс. И теперь притачиваю на швейной машине. Также на внутренней стороне пояса я начертила линию, ориентируясь по которой я буду стачивать пояс вместе с юбкой. Немного растягиваю пояс и притачиваю на швейной машине. Также притачивать пояс к юбке я буду стежком зигзаг. Притачиваю на швейной машине. Вот так у меня получилось. Я уже вытащила наметку. Теперь мне осталось подшить только низ подклада на юбке. Подворачиваю подклад два раза вовнутрь. И подшиваю на швейной машине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова я уже подшила подклад и юбка моя уже готова вот такая у меня получилась юбка в принципе нет ничего сложного мне казалось что будет сложней поэтому если вы планируете шить такую юбку шейте не бойтесь и я думаю что у вас обязательно все получится если вам понравилось видео ставьте палец вверх поддержите меня пальцем вверх буду вам очень благодарна также пишите вопросы в комментариях если они у вас есть жмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео подписывайтесь на канал и на этом все я с вами прощаюсь всем пока и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok